Приветствую вас. Я думаю, что начать свой ответ стоит с того, чтобы задать вам встречный вопрос. Вы хотите что-то делать в этой ситуации, чтобы что? Чтобы девушку завоевать? Для этого нужны какие-то действия, для этого нужны какие-то поступки, для этого нужно какое-то выражение, ну, выражение своих чувств, выражение своих эмоций. А девушке нужна какая-то позиция с вашей стороны как бы. А так, вот, пока что, исходя из того, что вы написали, никакой позиции вы не проявляете по отношению к ней. Кроме того, у вас есть некоторые проблемы, да? То есть у вас есть проблема комплексов, у вас есть проблема неуверенности в себе, у вас есть проблема страха. Судя по, опять же, тому, что вы пишете. И вам бы в этом тоже нужно разобраться. Дальше, как вы, наверное, понимаете сами, влюблённость отличается от любви. Ну, от чувства любви, скажем так. И как бы вы не идеализировали образ девушки, которую влюбились, как бы вы её образ не идеализировали. То есть видели то, что хотите видеть, а не то, что есть на самом деле. Ведь вы же с ней, как я понимаю, не общаетесь совсем. Мне кажется, что очень многие вещи, которые вы делаете, подтянуты, приятны. Что вы ещё пишете, значит, красавец, вот вы о себе говорите, как о красавце. Всё это ориентация во вне. Ориентация на окружающее. Но не на себя. Отсюда и неуверенность. Потому что ориентированности на себя у вас нет. Вы на себя не ориентируетесь, к сожалению. И с этим вам в первую очередь нужно разобраться. То есть к кому вы больше прислушиваетесь, а с чем вы считаетесь. С мнением других о себе или с мнением себя, то есть со своим мнением о себе. Это вот такая достаточно важная история. Дальше. Я вижу лично у вас противоречия. Так вы говорите, что девушек вы вроде как избегаете. Но вы сами об этом сказали, что я избегаю девушек. Но при этом ваша проблема касается именно девушки. Так вы как-то может быть определитесь, что вы хотите-то. То есть вы избегаете девушек или вы с ними идете на сближение? Как собственно обстоят дела? Потому что единой позиции у вас опять же я не видел. А это, я подчеркиваю, единая позиция нужна для того, чтобы проявить себя, в том числе перед девочкой. Дальше. Значит, вы пишите, что у ваша проблема чревоточится уже на протяжении четырех лет. Значит. Однем давать у меня девятнадцать. Устроено в это возложение. С виду приятен. По словам друзей, сказал бы, что красавец. Всегда за собой слежил. Приятно одевался. У нас вот такая ориентированность идет на, опять же, вовне. Дальше. Значит. В последнее время чувствую, что мир вокруг меня начинает меняться в кучую сторону, а конкретно после окончания первого курса университета. А в последнее время, вот все-таки более конкретно, да, то есть вот что случилось-то после того, как вы окончили первый курс университета, что произошло? Ну, поконкретней все-таки надо быть здесь. То ли я вырос и мое мировоззрение изменилось, то ли я эволюционировал на ступень выше. А это не одно и то же. Что-то вы сказали. Ну, значит, наступим лично. Итог стал таким. Я остался без друзей и товарищей. Реально ваши интересы поменялись достаточно сильно. Я полагаю, что в этом ключевая история, в этом ключевой момент, что поменялись ваши взгляды на жизнь, на мир. А, возможно, вас просто не связывало ничего с вашими друзьями, что при вашей ориентированности на других, да, при вашей ориентированности во вне, ну, не кажется чем-то странным. Если честно. Вас вы сами подумайте, а что вас связывает с людьми? То есть, что объединяло вас с вашими друзьями, например. Это важный момент, потому что от того, как вы выстраиваете отношения с людьми, зависит, собственно, наша помощь вам. Дальше. Стал официальным, а это все могут влиять в проделки комплексов, которые были в школе в виде шуток и приколов, которые впоследствии вытащили в дерево отягощения худой. Ну, то есть, детские комплексы на нас сейчас влияют. С этим можно и нужно работать. Так что, в принципе, если у вас есть желание, то можно будет с детскими комплексами поработать. Я полагаю, что вам освободиться от них будет не так сложно, потому что вы молоды. Достаточно молоды вы. Вот. Дальше идем. Так. Из-за последнего расставания с девочкой у меня их было по пальцам пересчитать, но вам лет не так много. Я дал себе гляд, вы больше не связывались с этим делом. С каким? Почему? А как вы вас приняли последнее расставание с девочкой? То есть, совершенно очевидно, что вам это было болезненно? Для вас это было болезненно? Или как? То есть, я хочу сказать, что вас это травмировало, что вы расставили с девочкой. Но по какой причине-то вас это травмировало? Давайте разберем эти моменты более подробно. Дальше. Так. Значит, вскоре я начал обладать стороной этих девочек. Нет, вы не подумайте, я не стал одним из этих. А что именно вы имеете против этих, как вы говорите? У вас какие-то предупреждения против этих или как? Так как очень эмоционально может из-за того, что рост без отсутствия родительской фигуры, безусловно, очень сильно на вас влияет. Здесь нужно все-таки работать над мужским поведением, над мужественностью, над тем, что присутствует мужчине, ну, присутствует мужчине. Вот. В том числе вам нужно выработать свою модель мужского поведения. Как вариант. Вот. Как минимум вам нужно это сделать. Для себя. Вот. А эмоциональностью нужно учиться управлять. То есть обращать ее себе на пользу, потому что это ваши качества. Я потерял главное уверенность в себе. Ну, понимаете, если вы потеряли уверенность в себе, то скорее всего у вас ее никогда не было. По-видимому была некая иллюзия в том, что вы уверены в себе, но на самом деле нет. Так. Значит, голос стал тише, порой не сговариваю днями, сижу в своей голове. Ну, здесь, я так понимаю, некий страх имеет место быть у вас. Все-таки. Вот. С этим надо бы работать, безусловно. Так. Кстати, о голове, когда со мной кто-то разговаривает, я иногда ухожу в себя, то бишь, западаю, думаю, что это какой-то психологический защитный барьер. Возможно, но от чего? Это же, когда, когда с вами кто-то говорит, вы же, получается, воспринимаете это как опасность для себя. А в чем опасность? Опасность для вас. Дальше, описываю конкретную проблему. Есть в нашей группе староста, акий предмет моих воздыханий. И это при том, что вы дали себе клятву, больше не связываться с девочками. У тебя парадокс? Парадокс. У нее есть парень, и я чувствую, что она испытывает ко мне симпатию. Гласно, это очень нужно. Ну, как бы здесь вы не выдавали, на самом деле, желаемое за действительное, вот, потому что легко ошибиться. Вот, я бы на вашем месте обратил бы внимание на то, что девушка занята с этим ее парой. Вы выбрали себе заведомо такие отношения, в которых у вас есть трудности. Это первое. Второе. Даже если предположить, что у девушки есть чувства к вам, то все равно вам самому необходимо проявить какую-то активность. По отношению к ней. Вам нужно проявить какую-то активность по отношению к ней. А вы этого не делаете. Вот. Дальше. С коллективом она ладит отлично. Я приеду. Пока. Ну так, плевайте с коллективом. Подскажите, что мне делать в этой ситуации. Вопрос тоже. Есть у меня друг, которому уже за 35, и он все с котом живет. Не хочу точно так же закончить. Странный друг у вас в этом смысле. То есть, вы друг, но в то же время вы его воспринимаете, я бы сказал, не совсем как друга. Вы его скорее воспринимаете как, знаете, как образец какой-то негативный, что ли. Вот. А что вас объединяет с другом, собственно говоря? Что вас объединяет с другом? Почему бы выбрали именно такого человека? Для себя. Вот. Что-то здесь надо бы определиться опять же. Вот. Вот и всё. Дальше. Насчет. Что значит закончить? Да, вот. Что значит закончить? Так же как он. Вы не хотите. Вы боитесь одиночества? Или как? Вы боитесь одиночества? Вы опасаетесь одиночества? Если вы боитесь одиночества и опасаетесь его, то я полагаю, что у вас есть проблема с принятием себя. Да. И работать нужно в первую очередь именно над этим, над тем, чтобы предпринимать себя таким, какой вы есть. И когда вы не будете бояться одиночества, как это у вас происходит сейчас. Я полагаю, что вы сможете более свободно себя проявлять. Вот. и проявляя себя более подробно, более свободно, точнее, вы сможете добиться всего того, чего хотите, чего достойно и так далее. То есть проблем, на мой взгляд, с этим не будет. Но тут идея в том, что вам нужно именно работать над этим, то есть работать с комплексом и так далее. Вы молоды, поэтому процесс этот не будет таким, прямо уж долгим слишком. Вот. Но, тем не менее, тем не менее работать все же нужно вам. Вот. Вот. Это 100% абсолютно. Так что, если у вас нет желания, выбирайте любого эксперта, который вам предуще, и начинаете работать. Мы будем рады вам помочь. На этом все. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, отвечу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.